Привет всем любителям безумных компьютерных экспериментов, сегодня будет один из таких. Решил я тут взять какую-нибудь, ох, мощную видеокарту, в данном случае GTX 470, и взять башенный кулер процессорный, в данном случае Deepcool Red Hat, и установить башенный кулер для процессора на видеочип, и посмотреть до какой температуры от башенный кулер сможет охладить, например, видеочип данной видеокарты. Ну что тут рассказывать, давайте соберу тестовый стенд и приступлю к этому безумному эксперименту. Тестовый стенд, про который особо-то смысла нету рассказывать, потому что он никак не повлияет на результаты тестирования. Ну все же, давайте скажу пару слов. Материнская плата, ASUS P5Q, Deluxe процессор, Xeon 5450, две планки по 2 гига оперативной памяти DDR2, SSD-шник 120 гигов, на который я установлю десятую винду. Ну и, пожалуй, что здесь стоит упомянуть, это вот такой вот Razer. Да, я подключу видеокарту через Razer, то есть здесь Razer воткну в слот PCI-Express, а вот это уже подключу к видеокарте, да, и башенный кулер вот так вот прям сверху поставлю на видеочип. Ну что же, давайте сейчас все это соберу. Все собрано, видеокарта подключена через Razer и вот так вот лежит на боку. И давайте прежде чем установлю кулер от процессора, протестирую, на что способна вот родная система охлаждения. Да, это колхоз, здесь сам радиатор от кулера Zalman, а вертушки стоят вот такие вот 2,92-миллиметровые со скоростью 2000 оборотов в минуту. Несмотря на всю эту колхозность, эта система очень даже эффективная. Ну что же, давайте сейчас ее протестирую фурмарком, потом сниму эту систему охлаждения и уже установлю сюда процессорный кулер. Установил вот этот вот башенный кулер на видеокарту, встал он, правда, не совсем правильно. Дело в том, что тепловые трубки уперлись в радиаторы на чипах памяти, и поэтому кулер стоит немного со сдвигом, то есть не всю площадь тепловой подложки кристалла захватывает. Ну что же, давайте проверю так, а потом присмотрю какой-нибудь другой башенный кулер, который бы встал прямо ровно. Как показало тестирование, вот этот вот кулер Deepcool Red Hat оказался менее эффективным, чем вот это предустановленное колхозное охлаждение на видеокарте, которое было. Я думаю, здесь дело в двух причинах. Первое, это то, что вот этот кулер установлен со сдвигом немного, то есть не совсем правильно, и не полностью захватывает теплораспределительную подложку чипа. И второе, то, что здесь стоит низкоскоростной вентилятор. Ну сейчас давайте протестирую вот эту видеокарту уже с другим кулером. Я взял вот такой вот радиатор от Enermax, а вентилятор установил вот сюда вот такой терморайт высокоскоростной. Ну что же, давайте сейчас его установлю и проверим, какие температуры будут на нем. Так как вот этот высокоскоростной вентилятор Thermalright не держался на этом вентиляторе, я заменил его на другой, на вот такой вот Enermax Def Storm. Тоже высокооборотистый. И давайте посмотрим, до скольки сможет охладить вот этот вот радиатор вот с таким высокоскоростным вентилятором чип GTX 470. 67 градусов показывает Zalman 9700 на GTX 470. И в принципе, можно уже подводить конец по этому тестированию. У меня нету более каких-то таких здоровенных кулеров, которые бы я мог сюда установить. Подвести итоги, да я не знаю, что сказать. Могу только сказать, что башенные кулера вполне себе справляются с охлаждением видеочипа, в данном случае GTX 470. Ну что же, вот такое вот было видео. Надеюсь, вам понравилось. А на этом все. Всем вам спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok